Постоянно выставка в честь Валентина Распутина и сегодня радует гостей музея прославленного писателя. Здесь книги, вещи и уникальные фотографии. Некоторым произведениям уделили особое внимание. А эти парты – своеобразный переход от одного писателя к другому. Здесь у нас и отсылка к урокам французского, которые герой бессмертного произведения постигал за подобными столами, так и знакомство с детством и юностью Василия Шукшина. Вот и Кости, в которую он любил играть на переменах. А вот журнал с оценками будущего классика литературы. Судя по отметкам, Василий Макарыч не был лучшим учеником своей школы. Однако спустя время упущенный наверстал и даже стал директором родного учебного заведения. Об этом и других малоизвестных фактов в биографии Шукшина расскажут посетителям музея Валентина Распутина. Эта выставка в основном, конечно же, посвящена родине Шукшина с Ростком. Это деревня с Ростки. Самое интересное – это стол писателя. Там печатная машинка, есть, так сказать, копии рукописей и очень интересная фотография Шукшина с племянниками. А в музейной студии выставка в честь другого мастера деревенской прозы – Виктора Астафьева. Рассказывают о его жизни в селе Овсянка Красноярского края, фронтовом прошлом, работе над произведениями «Васюткино озеро», «Конь с розовой гривой» и других книгах. Также часть экспозиции посвящена его общественной жизни. Кроме того, гостям покажут завещание Виктора Астафьева и его автобиографию. Уже в следующем году поклонники отметят столетие со дня рождения писателя. Рассказ о себе незадолго до смерти начал он писать. И Мария Семеновна, его жена, спросила, зачем ты это делаешь? И он сказал, что лучше расскажет он сам о себе, чем кто-то будет о нем врать. Рассказывает, кто его предки, кто его родители, каким было его детство, что было в этом детстве. Рассказывает о своих фронтовых днях. Выставки про Распутина, Шукшина и Астафьева работают в рамках проекта «Сибирский литературный треугольник». Кстати, часть экспозиции про Валентина Распутина гостит на малой родине Василия Шукшина в сростках Алтайского края. Александр Гаврилов, Сергей Коваленков. Новости сейчас.